Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России может быть приостановлено действие системы Платон, в рамках которой с грузовиков массой более 12 тонн взимается плата за проезд по федеральным трассам. Нынешний тариф 2 рубля 54 копейки за километр. Решение, по данным газеты «Ведомости», может быть принято в конце марта. Грузоперевозчики надеются и на другие послабления. В частности, они предложили правительству отменить транспортный налог и утиль сбор для грузовиков, снизить штрафы за перегруз и уменьшить стоимость дизельного топлива. Трасса 101 Выпускники российских автошкол отвратительно сдают экзамены. По данным ГИБДД, в прошлом году с первого раза практическое испытание прошли только 13% кандидатов в водители. В 2020-м показатель был больше почти в три раза. Ухудшение специалисты объясняют с низким качеством подготовки в автошколах. Нельзя не учитывать и то, что в прошлом году изменился порядок сдачи практического экзамена. Автодром и город объединили. Трасса 101 Тойота не собирается сворачивать свои дела в России. Машины будут поставляться, а завод в Санкт-Петербурге, на котором выпускаются RAV4 и Camry, продолжит работу. Правда, сейчас производство там поставлено на паузу. Минимальный заводской ценник самой дешевой Тойоты, седана Corolla, в настоящее время находится на уровне почти двух миллионов рублей. Если говорить о других автомобильных брендах, заявивших в последние дни об уходе из нашей страны, то в их число вошли Lamborghini и Ferrari. Трасса 101 Российские власти приняли решение увеличить с трех до десяти миллионов рублей ценовую планку, при преодолении которой автомобиль считается роскошным, и его владельцу надо платить повышенный транспортный налог. Новое правило, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, начнет работать с этого года. Оно будет распространяться на автомобили, выпущенные с 1 января 2022 года. Так называемый налог на роскошное авто, напомню, появился в нашей стране в 2014 году. Минимальный коэффициент, на который умножается обычный транспортный налог, составляет 1,1, максимальный 3. Трасса 101 Компания Ford запатентовала технологию управления автомобилем с помощью мыслей. Как все это выглядит, надо ли водителю пользоваться специальным шлемом, сказать сложно, видеопрезентации нет. Сообщается лишь, что система состоит из множества компьютеров и датчиков, последние предназначены для улавливания мозговых волн. Элементарные команды, как то поворот налево или направо, или торможение, якобы распознаются без проблем. Американцы говорят, что все это надо воспринимать не как замену традиционным органам управления, а как дополнительную функцию. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101. До свидания. Трасса 101 Субтитры подогнал «Симон»